Да что же это за ночка? Капец, нас чуть мама не спалила, меня сразу бы побрило. Бритого банчика я еще не видела. И не увидишь, понял? Эй, это я. Валера, блин, второй раз уже пугаешь. Ванька уже с волосами попрощался. Да тихо ты. Готовы послушать добрую и веселую историю, а? Ну давай, все равно не спим. А про кого? Про двух парней рыбаков, Колю и Борю. А это точно добрая и веселая история? Хе-хе-хе, конечно. Давай, мы все во внимании. Как-то раз Коля и Боря собирались на рыбалку. Слушай, а может лучше динамитом шарахнем? Ну нафиг эти удочки, все равно на хлеб ничего не клюет. Потому что хлеб надо на крючок насаживать, а не на удочку. А что ты мне сразу не сказал? Потому что мне было интересно смотреть, как ты таким способом рыбу ловишь. Рыбалка это клево. Нам с тобой вон иногда тоже сходить. Ры надо убрать, а е подставить. Пошел ты. Да заткнитесь вы, дайте уже расскажу. Все, молчи, молчи, рассказывай давай. Так вот, парни пришли на речку. Что, давай хлеб? Какой хлеб? Который на крючок надо насаживать. Я думал, ты взял. Ты прикалываешься, Боря? Я и так две удочки несу. Еще и хлеб должен был я взять. Ну я не взял. Зашибись, порыбачили, блин. Парни начали искать то, что можно было бы насадить на крючок. Давай залазь, ты же хлеб оставил. Сам залазь на крючок, а я вот сейчас червей под корягой найду. Забываха, блин. Если не найдешь, залезешь. Но найти наживку, чтобы наконец-то порыбачить. Было не так просто. А что на траву рыба не клюет? Должна. Так трава же в воде. Ну то есть водоросли. Вы как их достанете, умники? А трава, которая на земле растет, рыбу на нее клевать точно не будет. Все верно. Слушай, Коля, под корягой кто-то навалил. Я не буду там искать. Если кто-то навалил, значит искать стоп, куда там надо. Вдруг глисты есть, вместо червяков пойдет. Вот и ищи. Я что ли хлеб оставил? Ладно, пойду еще под камнем посмотрю. Да сколько можно уже искать? Я захотеваю спать. Спросили бы совет у Ваньки, как рыбу без удочки поймать. Ай, тихо. А ну-ка, как? Да, расскажи. Зайди в воду по пояс. Заткнись, блин. А как рыбу-то поймать на червячка? Да ну молчи, умоляю. Какого еще червячка? Который в трусах. Кат, может тайну выйду. Ванька, ты что рыбу на... поймал? Ванька, ты настоящий рыбак. Да не, я с тобой больше не разговариваю, понял. Вану, ты не расстроился. Такому гордиться надо. А меня научишь? И что дальше было, Валера? Они нашли, но немного не то. Что искали? Золото. Серебро. Какая? Коля, смотри. Нашел? Нашел. Молодец, значит порыбачим наконец. Да ты посмотри. Это же маска, как его крика. Вообще-то призрачное лицо. Да-да-да, правильно. И второму парню тоже захотелось такую маску. Не бойся, это я. Ты где эту маску взял? Вон, там валялось. Фу, блин. Этот засранец походу тут недавно насрал. Куча еще дымится. Боря, тут еще одна маска лежит. Офигеть, круто. Мы теперь два одинаковых с лица. Что это у тебя был за голос? Я сам не знаю. И у Бори, который первый на себя надел маску, стал меняться голос. Что-то не похоже, что история веселая. И добрая. Хе-хе-хе. Да вы слушайте. А может ты заболеваешь? Я чувствую себя прекрасно. Да что это за фигня? Ты слышал? У тебя тоже меняются. Ой, да ё-моё. Может это из-за маски? Давай её снимем? Давай. И парни хотели снять маски с лиц, но не могли. Они как будто вросли в их тело. У меня пятка аж вспотела. А я думаю, чем это пахнет? А, это я. Козёл, рассказывай дальше. Все старания парней были напрасны. Капец, мне страшно. И мне. Зачем я её одел вообще? Вообще потому, что ты хлеб не взял. Отстань, без тебя точно. И как они сняли эти маски? Да. Эээ, не так быстро. Да откуда ты их достаёшь, Андрюха? Не твоё собачье дело. Данон, ты что на Андрюху газуешь, а? Понятно. Видимо, мою историю никто сложить не хочет. Хотим, хотим. Только сначала Данону люлей дадим. Да. Успокойтесь, вы что хотите родителей разбудить? Данон считает нас терпелыми. Ивану? Чем больше шкаф, тем громче падает. Ой, господи, успокойтесь. Он ещё ржёт прямо нам в лицо. Такое не прощается. Ну что, кто первый начнёт? Давай ты. Давай лучше ты, а я подхвачу. Не-не, давай ты. А что я? Давай ты. Валера, можешь продолжать рассказывать. Они очканули. Хе-хе, это запросто. Значит... Ээ, кто очканул? Вы. Мы очканули. Да. Тоби пиз... Да. Ого. Ну что теперь терпило? Ну, доказали, что нетерпилы, молодцы. Понял ты, Грмила. Понял. С него хватит, Андрюха. Ага, теперь ходи и бойся своей тенью, понял? Я не могу. Хе-хе-хе. Он ничего не понял, Андрюха. Ему мало попало. Отстаньте, парни, я вам просто поддался. Да он гонит. Да стопудово. Давайте я лучше историю продолжу рассказывать. Вам что, неинтересно? Мне очень интересно. И мне. И мне. Вот и хорошо. На чём я остановился? Что они маску снять не могли? Ах да. И вот парни решили пойти домой и взять инструменты, чтобы оторвать маску от лица. От яйца? О, где чипсы? Сейчас пойдём домой. Отсёк типа приводим и снимем. А если им это не поможет? Что-нибудь придумаем. Ну или помощи попросят. Да кто нам поможет? У нас лицо закрыто. А голос вообще страшный. По дороге домой Коля и Боря попадались люди. Но почему-то никто из них не стал им помогать. Вон смотри, мужик идёт. Вижу. Эй, мужик, помоги маски снять. Да стой ты. А-а-а-а-а. Да погоди ты. Куда ты вписал? Мы же добрые. Отстаньте от меня. Каждый, кто видел Колю и Борю, хотели спрятаться или убежать. Ой, блин. И вот, Коля и Боря пришли домой Но все попытки снять маску были бесполезные Она как будто вросла в кожу Ой-ой Не могу, не получается У меня такая же фигня Что делать, Коля? Что ты орешь, я не знаю И в один момент они почувствовали, что с ними стало что-то происходить Боря, у меня как будто прибавляются силы И у меня тоже, прикинь И появляется странное желание Я пока не могу понять какое А я кажется понял, это желание Убивать Не-не-не-не, все, стоп, стоп Мы договаривались на добрую историю Вот-вот, это тоже страшно Ну как хотите, если вам не интересно, я не буду рассказывать Конечно интересно, давай рассказывай Я против И я против Вот и не узнаете, сняли они маски с лиц или не сняли Блин, ну ладно, тогда рассказывай Только не сильно страшно Коля и Боря поняли, что это не просто маска Это живое существо Оно потерялось в нас И ты дал он нам силы И оно очень голодное Придется его накормить Коля и Боря потеряли контроль над разумом И мы и стало руководить то существо Томаско Давайте ползу, я в туалет хочу Не плюсую, а умножаю Как скажете, что Сосятся Я первый Давай скорее только Еда Так Это Это unter Субтитры создавал DimaTorzok